Добрый вечер. Мы находимся на съезде некоммерческих организаций. Рядом со мной находится поэт, композитор Ирина Туманова. Расскажите, пожалуйста, Ирина о своем проекте. Ну вот, проект получился весьма многогранный. Сначала родились русские песни на русском языке, мои стихи и музыка. И наши дети талантливые в России все это исполнили. И идея в итоге вылилась в книжку, в которой представлены и минусовые фонограммы, и песни, и ноты. Это очень удобно для воспитателей детских садов, школ. Песни для маленьких детей, а также для подростков. Но на этом история не закончилась, потому что я вот случайно на обложке написала, что детские песни на разных языках. И теперь у нас есть завершенные проекты с итальянскими партнерами. Вот сегодня будет награждение. Это общество музыкальное «Островинский» Лариса Юдина. Она здесь специально сегодня делегирована, и она представит эту итальянскую книгу. Есть книга на немецком языке, на английском. И я занимаюсь поиском дальше талантливых детей и очень хочу, чтобы песни ушли в жизнь, чтобы дети их пели. А почему вы решили делать проект именно для детей, не для взрослых? — Дело в том, что для взрослых я уже давно пишу прозу, у меня поэзия очень интересная, сама пою, но взрослые, они имеют свой вкус, очень разноплановый. Когда однажды я в своих стихах, значит, были несколько строк для маленьких детей, я поняла, что эти строки во взрослых сборниках, они просто потеряются и останутся неуслышанными. Родилась первая песенка про ёжика. И, видимо, она была настолько удачная, что стали меня просто просить, и взрослые, и дети, и родители, мамы, бабушки, а где же ещё продолжение? В итоге получилось вот 18 песен для детей и подростков, и вот, как я уже сказала, они. Но я люблю детей, я люблю наблюдать жизнь, зверей, природу, домашних животных. И вот всё это, образы, это невыдуманные герои, это всё то, что нас окружает. Добрые, тёплые, семейные, с хорошими традициями. Вам нравится всё в работе с детьми или всё-таки возникают некоторые сложности? Сложности возникают. То есть я всё-таки, возможно, не такой педагог-методист, как это положено быть настоящему учителю в школе. Где-то у меня не хватает, может быть, терпения. Или же мне их просто невозможно, бывает жалко. Если ребёнок даже фальшиво спел мою песню, и не в том ритме, и вообще всё поперёк, мне хочется, чтобы он всё равно продолжал петь эту песню. Поэтому я бываю не самым строгим таким членом жюри в моменты, когда приходится выбирать исполнителей для своих собственных песен. Скажите, а из какого источника к вам приходит вдохновение? Ну вот я уже вскользь сказала, что это то, что окружает. Возможно, я немножко странный человек, я слишком много смотрю по сторонам, наблюдаю эту жизнь. Вдохновение. У меня выросла прекрасная дочка, мы с ней подруги в настоящий момент. Это безусловно. Я думаю, что у меня хорошая и крепкая семья. Это тоже важно. Особенно в наше время, когда какие-то там институты вдруг рушатся, мне хотелось бы, чтобы вот это всё сохранилось. И поэтому возникло, возможно, желание это зафиксировать как-то на бумаге, в стихах, в прозе, в музыке, чтобы люди видели светлое и хорошее. Расскажите о ваших планах на будущее. Получается, что детские песни есть, и они пошли в жизнь на разных языках. У меня, моя творческая, взрослая моя, как певица, тоже не всё реализовано. Есть замечательные аранжировки, которые уже написаны. Мне было некогда, поскольку я увлеклась детским направлением. А сейчас я хотела бы вернуться к этому и, так сказать, снова взять себя в форму, пораспеваться, спеть то, что было мною задумано. Ещё мне очень хочется сделать ноты. Вот не так, как для детей, а сделать ноты для взрослых, потому что тоже нужны. Всё-таки мы возвращаемся от компьютеров к этой бумаге, чтобы были аккорды, гармония, текст. Потому что люди иногда не могут. То, что видят в средствах массовой информации, может быть, не всегда их устраивает. А вот приходят в нотный магазин, а нету современной песни. Вот я хочу сделать сборник песен для взрослых. Свой. Это отличный проект, отличная идея, было бы здорово. Ирина, скажите, пожалуйста, если бы вам удалось поймать золотую рыбку, какое желание вы бы попросили её исполнить? Я уже, вы знаете, такой вопрос где-то похожий был, и совершенно неожиданно сказала, что вот просыпаешься с утра, ну, мы знаем, очень хорошая песня там есть, повседа будет солнце. А вот ты просыпаешься и смотришь, звучит песенка про ёжика. Вот песенка про куклу, которая ножку разбила, про грустного пса, потому что он один. И на самом деле, вот, если эти мелодии зазвучат, если я их услышу, буду крайне тронута. Желание такое есть. Спасибо, Ирина. Мы желаем вам творческих успехов, здоровья и всего самого лучшего. Спасибо. Очень рада. Рада встрече. Спасибо.